Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Буквально пару дней назад телеграм-каналы СМИ опубликовали новость о том, что Екатерина Стриженова якобы сбежала, уехала, как угодно, значит, в Армению с супругом, с детьми и, ну, стали писать о том, что, ну, вот, еще одна и так далее. Сегодня она вернулась в Москву и заявила о том, что узнала о себе много нового. Фанатам сообщила, что с 7 по 9 апреля состоится запланированное с ней ранее, значит, выступление, спектакль. Напомню, что из Армении она сказала, чтобы фанаты не беспокоились. Я не знаю, я был удивлен, что у Стриженова есть фанаты, наверное, есть. Дело все в том, что она утверждает, что никуда не сбегала, что никуда не уезжала, выехала в Армению на непродолжительный отдых и даже грозится нанять юриста, найти первоисточник вот этого фейка и привлечь к ответственности за клевету, ну, я так понимаю, что посадить. Уголовная ответственность предусмотрена за клевету. Друзья, все дело в том, что, вы знаете, сбежала, не сбежала, но действительно вызывает вопросы и может вызвать вопросы у любого человека, не только у СМИ, но и у любого человека, который может это узнать. Ну, если сейчас проводится специальная военная операция, но если сейчас такой шум стоит вокруг тех, кто действительно уезжает, и этому есть куча свидетельств, но, может быть, не стоит пока ездить на отдых, я вот просто не могу понять. Вот мы не отдыхаем, условно говоря, да, работаем, чтобы выжить, так сказать, ради куска хлеба, вся Россия. И ничего, нормально. Но вот именно во время специальной военной операции, во время того, когда шумиха такая, уехать в Армению, куда, кстати говоря, даже загранпаспорт вроде как не нужен, когда ты едешь самолетом, да, поэтому в Армению очень много людей уехало, тех, которые, ну, не согласны, не согласны они. Просто они не хотят, так сказать, чувствовать, что деды и прадеды погибали именно для того, чтобы они жили на земле своей родины. Ну, хорошо, выбрали, поехали. Но мне кажется, просто было бы гораздо, гораздо все-таки вдумчивее поступить, не ехать пока. Ну, пока можно ж немножко потерпеть. Можно же и в Москве, наверное, куда-то сходить, или там в России куда-то съездить отдохнуть. Ну, мне так кажется. И никаких фейков не будет. Ну, езжайте вы на Алтай, выезжайте вы, я не знаю, там, в Крым, Сочи или еще куда-то. И люди скажут, здорово, поехали отдохнуть. Зачем именно куда-то за границу сейчас ехать, если вот такая ситуация? Не знаю, мне кажется, здесь можно с пониманием отнестись и, собственно говоря, либо же увеличение собственной популярности, потому что вы знаете, что сейчас любой ехавший человек, к нему пристальное внимание, по нему публикуют и так далее. Вот такие новости, друзья. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Внизу ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео на поддержку канала. Поддерживайте огромную благодарность всем тем, кто уже поддерживает. В данное время исключительно благодаря только вашей поддержке мы остаемся вместе в отсутствии любой рекламы. И, значит, ссылочка на лучший, как мне кажется, новостной телеграм-канал Будда Гришна. Новости 24 на 7 с моими комментариями. Подписывайтесь, не пропустите ничего интересного. Всем пока, друзья. До встречи.